Всем привет! Привет! Сегодня мы решили с вами обсудить цены в Турции. Сразу важно заметить, что турецкая валюта, а именно лира, она такая же восхитительная, как и российский рубль. Поэтому они друг от друга не отстают. Сегодня, 9 апреля, курс турецкой лиры к рублю составляет 5,36 рубля за лиру. В тот момент, когда мы жили в Турции, курс лиры составлял 5,6 рубля за лиру. То есть видим здесь некоторое постоянство. Ну и обсудим, наверное, какие-то конкретные цены. Например, если вы приезжаете в Турцию как турист, на что вам нужно будет обратить внимание. И начнем мы, конечно, с авиабилетов. Так как мы пролетали из Москвы в Стамбул еще в довоенное время, то мы можем сравнить те цены с сегодняшними. Например, один билет из Москвы в Стамбул в конце декабря нам обошелся примерно в 6 тысяч рублей с багажом. Сейчас, если мы откроем авиасейлс, то увидим, что, например, на апрель можно купить билеты начиная от 17 тысяч, а на май от 12. Но так как после Стамбула мы отправились в Даламан, то эти цены мы тоже можем сравнить. Там один билет стоил меньше 2 тысяч рублей, а сейчас он где-то 2,5 тысячи. Ну, то есть видно, что цены на вылет из России выросли намного сильнее по сравнению с ценами на перелеты по Турции самой. То есть путешествовать внутри Турции все так же недорого, а вылететь пока еще тоже не очень дорого или пока уже не очень дорого. Но кто знает, что будет там в перспективе месяца-двух, не очень сейчас ясно. Следующий важный момент это, конечно, жилье. Его мы искали как тогда, так и сейчас на Airbnb. И нам удалось тогда его снять за 565 евро в месяц. Это было в городе Марморис. Сейчас, если открыть Airbnb, посмотреть цены на месяц там, то понимаем, что где-то от 600 евро начинаются нормальные варианты. Причем, чтобы понимать, тогда за 565 евро это был очень хороший, прямо крутой вариант. А сейчас просто обычные какие-то варианты можно смотреть от 600 евро. То есть это не очень крутые и хорошие, это скорее просто приемлемые. Ну и что интересно, что такая же цена прослеживается в Стамбуле, если также погулять там по карте и посмотреть. Ну а, соответственно, в конце декабря мы такой вариант не рассматривали, так как мы хотели жить у моря. Ну, скорее всего, сейчас большой рост потока людей из России и, вероятно, наиболее первыми забирают варианты не те, которые наиболее выгодны по соотношению цена-качество, а те, которые проще всего найти. То есть все, что есть на общедоступных маркетплейсах, вероятно, разбирается в первую очередь. Поэтому на них остаются более дорогие варианты и цены, соответственно, там поднимаются. Ну и плюс сейчас как-то больше сезон, чем зимой, все-таки скоро лето. Что касается очень важной части, а именно продукты, все мы любим есть, некоторым из нас это даже необходимо. Мы примерно прикинули в рамках одного месяца, сколько мы тратили в среднюю неделю денег на продукты. И оказалось, что мы тратили в районе 1 тысячи лир. То есть эта стоимость сопоставима с тем, что мы тратим в Матище, в Москве, в неделю, когда покупаем продукты. Что я хотела дополнить, что, например, часто там у себя на родине мы ходим раз в неделю в магазин, то есть сразу там закупаемся на неделю и большим количеством. Тут же мы ходили иногда чуть ли не каждый день. Во-первых, потому что у нас там не было машины, неудобно было, так сказать, огромные сумки. Во-вторых, просто магазин был рядом и не было никакой необходимости прям редко в него ходить. Ну, кстати, из-за этого же, соответственно, наш ценник чуть выше, чем мог бы быть, если мы ходили просто раз в неделю. Так как цены в Турции нам показались не очень высокими, то мы себе позволяли достаточно часто ходить в кафе. Часто ходили на чашечку кофе с десертом и сколько же стоили такие походы. Ну, например, кофе с десертом на двоих нам обходилось где-то в 100 лир, то есть 600 рублей. А если мы хотели основательно поесть, не какие-нибудь там закуски, а прямо много, то это, наверное, как потолок был 180 лир. Что касается транспорта, еще один важный пункт, если вы только не планируете сидеть всегда на одном месте, то транспорт в Турции недорогой. Так как я уже сказала, у нас там не было машины, поэтому нам приходилось им пользоваться. Мы редко ездили внутри Мармариса на автобусе, но зато мы любили ездить в соседние городочки и пользовались как такси, так и общественным транспортом, поэтому хотели бы сравнить цены на них. Например, мы прилетели в Даламан, захотели добраться до Мармариса, поскольку нам там жить. И билет на автобус составил всего 90 лир на двоих за рейс, который проходит в течение чуть больше часа. В общем-то, цены достаточно низкие. Хочется дополнить, кстати, про автобусы. Почему-то именно те, которые едут от аэропорта там до куда-нибудь, что в Стамбуле, что в Даламане, в них очень сильно укачивают. Это, мне кажется, стоит иметь в виду. Причем аэропорт Даламана считается достаточно дорогим. Это даже видно по билетам на автобус. Например, если вы прилетели в Стамбул и хотите добраться до Кадекюэ, то вам понадобится всего 56 лир на двоих. При этом поездка будет не сильно короче по времени. Ну а что касается цены на такси из аэропорта Даламан в Мармарис, то это где-то 400 лир. Мы увидели табличку в центре Мармариса с примерными расценками, потому что такси на самом деле идет по счетчику, но примерные расценки можете найти на вот таких табличках. Ну а если вы захотели попутешествовать из Мармариса, то билет на автобус из Мармариса до ближайшего городочка, который входит в ассоциацию Чита Слоу Акьяка, стоит всего 25 лир на двоих. Обратно оттуда мы возвращались на такси за 190 лир. То есть вот такая вот разница в ценах. При этом, кстати, там ходят не совсем автобусы, это скорее как маршрутка, потому что в ближайшие городки можно добраться на маршрутке, а автобусы ходят у них скорее такие рейсовые, дальние, какие-то далекие города. Ну а если вы захотели добраться в туристический городок Дальян, то вам уже понадобится 106 лир на двоих, что в общем-то тоже достаточно дешево, поскольку дорога, прямо скажем, не близкая. Плюс мы там делали пересадку в городе Ортаджа, то есть это пришлось сменить автобус. Поэтому здесь разница с такси не такая высокая, потому что такси едет сразу напрямую. Тут такси обойдется так же в 400 лир, как и в аэропорт. Кстати, мы снимали подробное видео про путешествие из Мармариса на автобусах, вот в эти как раз названные городочки, можете его посмотреть. Но оказавшись за границей, лучше иметь в нашем веке выход в интернет с мобильного телефона, для этого вам понадобится сим-карта. Это может быть электронная сим-карта путешественника, например, оформленная через приложение Airolo. Тогда это будет стоить 18 долларов за 10 гигабайт интернета на 30 дней. Либо можете купить местную сим-карту, вероятно, ее покупка обойдется примерно в сопоставимые деньги, но там будут дополнительно включены всякие минуты, смс, но лично нам ничего такого не нужно было за границей. Если вы приезжаете сейчас в Турцию как путешественник, то явно вам интересны достопримечательности, которых в Турции, кстати, достаточно много, потому что мы за эти полтора-два месяца успели много куда сходить, прям удивились, насколько Турция богата на интересные места. Цены на достопримечательности в Турции не очень высокие, можно даже сказать невысокие. Например, вход в крепость в Мармаресе стоил 27 лир, в Бодруме 90 лир, за посещение Патары взяли 40 лир, Эфеса 120, а по Муккале 110. При этом у вас есть возможность купить Museum Pass, либо по идейской части на 7 дней, и тогда это составит всего 360 лир. Или Museum Pass по всей Турции на 15 дней, и тогда это составит 600 лир. И мы рекомендуем взять и действительно приобрести эти билеты, если вы планируете активно посещать разные достопримечательности в короткий срок, потому что этот билет окупится достаточно быстро. Но если вы, например, переехали на длительное время в Турцию и хотите посещать эти достопримечательности постепенно, то, скорее всего, эта покупка не окупится. Хотелось еще дополнить, что они периодически повышают цены, поэтому в некоторых статьях, например, можно встретить вообще другие цифры. И еще что я знаю, что с 1 мая они снова их повысят. Ну и раз мы с вами все оказались в тот или иной момент времени в Турции, в потрясающей стране, богатой разными достопримечательностями, с хорошими дорогами и огромными расстояниями, то Греф будет не взять на прокат автомобиль, чтобы просто покататься и посмотреть своими глазами разные маленькие города. Мы брали машину два раза, один из них мы брали на три дня, и за три дня у нас аренда составила 1260 лир. Катались мы достаточно активно, и затраты на бензин у нас составили еще 805 лир. То есть примерные затраты на машину на три дня у нас составили 2000 лир. То есть мы видим, что цены не прямо такие супер низкие. Где-нибудь в Европе это могло составить еще меньше, просто там часто бывают очень дешевые машины в аренду. А здесь, в Турции, мы прямо дешевых машин в аренду не нашли. Даже машина была классная. Да, зато машина современная, со всей современной электроникой, которая существенно помогает водителям. И получается за три дня мы заправили ее два раза, полный бак. Ну, наверное, хотелось бы затронуть такой часто возникающий у многих вопрос, сколько нужно денег примерно на месяц жизни в Турции. Мы можем судить по себе, потому что мы приезжали практически на два месяца, и были такими обычными туристами, которым все интересно, ездили там, и можем примерно прикинуть эту цену. Ну вот, в январе за месяц мы потратили примерно 120-140 тысяч рублей. Это с учетом аренда квартира, которая была не самая дешевая на тот момент. И мы жили в режиме такого активного путешествования в свободное время. То есть мы и ездили по разным городам, тратились на достопримечательности, часто ходили в кафе, брали в аренду машину. В общем, жили так активно, хорошо. То есть траты значительно превышают средние при какой-то обычной, вялотекущей, не очень интересной жизни. Есть вероятность, что вы смотрели подобное видео «Цены в Черногории» от нас, и там мы, когда подбивали эту сумму за месяц, мы называли также «Цены на билеты». Тут эта цена не входит. Но стоит отметить, что в Черногории мы, например, во всякие кафе ходили очень редко, потому что цены там намного выше именно в кафе. Мне кажется, везде, где евро, там априори выше цена. И напоследок мы решили оставить такую актуальную сейчас часть – это оформление вида жительства и сколько это будет стоить. На одного человека на оформление и получение ВНЖ нужно будет отдать примерно 2500 лир. При этом это если вы делаете все самостоятельно, а если вы пользуетесь какими-то услугами агентов, то можно переплатить где-то в 2-3 раза спокойно. И при этом нет никакой гарантии, что вы его получите. Ну, потому что окончательное решение, конечно, зависит не от агентов, но они вам помогут все собрать, прийти в нужные места. В общем, сопроводят вас. Но стоит учитывать, что сейчас в Турции достаточно большой поток и существуют в самой Турции лимиты на получение вида на жительство, особенно туристических. И я читал такую информацию, что каждый район как бы устанавливает свои квоты, и наиболее востребованные районы уже исчерпали свои квоты, и там выдают вида на жительство хуже, чем в других менее популярных местах. Поэтому перед получением вида на жительство стоит изучить эту ситуацию подробнее и, вероятно, выбрать какой-то другой район, не тот, который приходит на ум, там, первый, куда хотите поехать. Ну, или можете купить недвижимость, в общем-то, по недвижимости вид на жительство выдают. Что напоследок хотелось бы сказать, что, конечно, например, сравните, если с Черногорией, то цены в Турции были гораздо ниже для нас, и можно было позволить себе гораздо больше, что приятно. Ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо за просмотр. Пока!